И вот сегодня, наконец, мы подошли к еще двум типам вопросов. Это первая эхо-конструкция и второй концовочки, я их называю, или тег-questions. Начнем с эхо-конструкции, эхо-вопросов или переспрашивочки, я их так называю. Ситуация, один человек говорит какую-то информацию, а второй его коротко переспрашивает, тем самым показывая свое удивление. Я купил новую машину. Да, действительно, купил. В данном случае время present perfect. Have выступает как вспомогательный глагол и bought купил как смысловой в третьей форме. Я изучаю китайский. Действительно? Действительно изучаешь? I don't like George. Don't you? Why not? Мне не нравится George. Действительно? Не нравится? Почему нет? Не всегда удобно вот эти вот переспрашивалочки, этот тип вопросов переводить в русском языке. Вот вы заметили, что, например, фраза don't you, то есть как бы не любишь. Ну, договоримся так, что легче всего переводить тем же смысловым глаголом, который был в вопросе. I don't like George. Видите? Don't like George. Don't you? То есть я не люблю Джорджа. Не любишь? Видите? Вот так вот удобно перевести. Обратите внимание, что у этого типа вопросов, у переспрашивалочек или эхо, у них логика такая, что если, например, фраза идет положительная, то и откликнуться надо тоже положительной фразой. Если идет отрицание, то вопрос тоже будет в отрицании. You are late. Oh, am I? I'm sorry. Вы опоздали. Действительно? Мне очень жаль. Теперь отрицание. Билл не умеет водить машину. Не умеет? Я не знал этого. I speak for languages. Do you? Which ones? Я говорю на четырех языках. Действительно? На которых? Теперь посмотрим второй тип вопросов. Вот такая ситуация. Два селянина в прекрасный утренний день встречаются, и один говорит другому. It's a beautiful day, isn't it? Это чудесный день, не так ли? И второй ему отвечает. Yes, lovely. Да, чудесный. Если вы заметили, здесь немножко по-другому ситуация. Тут один человек говорит, и потом через запятую добавляет вот этот коротенький вопрос. Тем самым, как бы, желая услышать ответ. Может быть, продолжить беседу. Такие вопросы называются концовочки, потому что, видите, они в конце будут фразы. Или take question. She lives in London, doesn't she? Yes, that's right. Она живет в Лондоне, не так ли? Да, правильно. That isn't your car, is it? No, my car is white. Это не твоя машина, не так ли? Нет, моя машина белая. You won't be late, will you? No, don't worry. Ты не опоздаешь, да? Нет, не волнуйся. Здесь немножко по-другому будет строиться вопрос. То есть, если идет вначале положительная фраза, то вот эта концовочка будет отрицательная. Если, наоборот, вы начинаете с отрицания, то концовочка будет положительная. Самое сложное в этой теме понять, особенно на первых порах изучения языка для начинающих студентов, а как же делать вот эти вот два типа вопросов? То есть, в какой ситуации, как правильно подставлять служебные слова? Или, проще говоря, где ставить am, is, are? Где ставить can, may? Или там do, does, did? Или там какой-то служебный have? Вы должны понять, что в английском языке существует всего-то основные пять типов, или пять принципов, как задаются вопросы. Первый – это все, что связано с глаголом be. Это очень сильный глагол, и он, видите, меняется am, is, are в прошедшем времени, was, were. То есть, этот глагол всегда будет сам собой задавать вопрос, сам собой делать отрицание. И, в том числе, в этих типах вопросов он тоже будет сам откликаться. You're late? Вот он, видите, are. Or am I? I'm sorry. И вот он появился, am I. Только будьте внимательны, если лицо меняется, you are, но если я, то будет am. I'm learning Chinese. Really? Are you? Я изучаю китайский. Действительно, изучаешь, тоже, видите, здесь идет время continuous, но все равно делается с глаголом be. И поэтому глагол be сам отзывается. Вот здесь вот, am, are. Второй тип вопросов – это все, что связано с модальными глаголами. Модальные глаголы – тоже сильные глаголы. И в вопросах, и в отрицаниях они не требуют никаких вспомогательных глаголов. Ну, например, can, may, will. Для будущего времени will – тоже модальный глагол. Bill can drive. Can't he? I didn't know that. Билл не умеет водить машину. Не умеет? Я не знал это. Здесь модальный глагол can. Ему не требуется никаких вспомогательных, он сам и отзывается. Следующий, третий тип – это простые или обыкновенные глаголы, давайте их назовем. Их абсолютно подавляющее большинство в языке. И на помощь придет вспомогательный do, does или в прошедшем времени did. I speak four languages. Я говорю на четырех языках. Do you? Which ones? На которых? Действительно, на которых. Здесь глагол speak – это обыкновенный глагол, и поэтому его заменяет служебный глагол do. Следующий, четвертый тип – это разные конструкции, но я всего две вам дам, самые основные. И have got – это конструкция, которая заменяет глагол have – иметь, обладать чем-либо. В четырнадцатом юните там подробно все рассказано. И конструкция there is, there are – это тридцать первый юнит, тоже там все найдете. Подобные конструкции – это сильные конструкции, и поэтому они сами собой тоже будут делать вот эти вот типы вопросов. You haven't got a car, have you? No, I can't drive. У тебя нет машины. Действительно? Нет, я не умею водить. Вот здесь тоже you haven't got – видите, конструкция. И поэтому have – сами отзываются. И пятый тип – это перфектные времена. Они образуются при помощи служебного слова have – had, и смыслового глагола в третьей форме. Так вот, они тоже будут откликаться при помощи служебного глагола have. Мы начинали наш урок с этой фразы. I've bought a new car. Я купил новую машину. О, have you? Вот еще раз посмотрите, запомните эту универсальную табличку. Пять типов. Пять типов вопросов. Пять типов принципов создания вопросов в английском языке. И еще один важный момент, на который надо обратить внимание – это ответы на отрицательные вопросы. Очень часто в русском языке здесь полная неопределенность. Ну вот, рассмотрим ситуацию. Ты меня не любишь? Если, предположим, человек говорит «да», что это значит? «Да, не люблю» или «да, люблю». Или, например, «ты меня не любишь?» «Нет», «люблю» или «нет, не люблю». То есть, путаница. В английском все гораздо проще. Как бы ни звучал вопрос запутанно, то есть, или отрицательный, или положительный. Помните, что если вы говорите положительным ответом, то есть «yes, I do», то это всегда «да», «я люблю». Если «no, I don't», «нет», «я не люблю». «Don't you love me?», «do you?», «ты меня не любишь, не так ли?», «yes, I do». Это значит «да», «люблю». Ну вот и все на сегодня достаточно. Я думаю, вы поняли эту тему. Вам осталось, как обычно, потренировать свои произношения с дикторами из Британии и пройти тест. «Where is it?», «Bill can't drive». «Can't he?», «I didn't know that». «I speak four languages». «Do you?», «Which ones?», «Linda got married last week». «Did she?», «Really?», «It's a beautiful day, isn't it?», «yes, it's lovely». «Sally lives in London, doesn't she?», «yes, that's right». «That isn't your car, is it?», «no, my car is white». «You won't be late, will you?», «no, I'm never late». Удачи всем в изучении английского языка. С вами был Альберт Кахновский с сайта English03.ru «I need a little time to think it over». «I need a little space just on my own». «I need a little time to find my freedom». «Funny how quick the milk turns sour, isn't it?», «Isn't it?», «your face has been looking like that for hours, hasn't it?», «hasn't it?», «hasn't it?». «I need a little time to think it over», «hasn't it?», «hasn't it?», «hasn't it?», «hasn't it?», «hasn't it?», «hasn't it?».